Костас Дубасас, директор департамента продаж компании МТТ. Тема автоматизации и коммуникации с клиентами с помощью сервиса Voicebox от МТТ. Да, коллеги, всем доброго дня. Коротко расскажу о нас. Многие из вас уже с нами знакомы. Компания МТТ, Межрегиональный транзит-телеком. Работаем мы на рынке телекоммуникационных услуг России уже 26 лет. Конкретно я занимаюсь продажами и возглавляю департамент продаж ключевым клиентам. О чем хотелось бы сегодня с вами поговорить, это в первую очередь те изменения, которые мы уже все видим. И Рафаэль об этом сейчас рассказывал. И затронуть тему изменений в коммуникациях с нашими клиентами. Итак, как сейчас? Ассист, как говорится. Традиционные способы коммуникации. Все мы о них знаем, все мы ими пользуемся. Это в первую очередь голосовые способы коммуникаций. Это так называемые toll-free номера 8800. Городские номера, на которые наши клиенты обращаются. И аутсорсинговые колл-центры, либо внутренние колл-центры дают консультации, консультации, осуществляют продажи, либо дают какую-то обратную связь по услугам банков, финансового сектора и так далее. Понятный и классический инструмент. Но при этом мы сейчас понимаем и по, например, опросам руководителей колл-центров, мы уже сейчас сталкиваемся с рядом проблем. Первое. Это подбор и обучение персонала. До 7 месяцев, по информации от руководителей колл-центров, уходит на подбор, обучение сотрудника и вывод его на линию. Если мы говорим о том, что запускается какой-то новый продукт, то этот период может быть от одного месяца и более. То есть долгий и сложный процесс изменений. e-mail. Да, старый надежный инструмент и, как ни странно, он до сих пор работает и конверсия с него есть. Но при этом, если мы говорим о проценте этой конверсии, то он составляет десятой доли процента. Чат в мобильном приложении. Сейчас активно практически все участники рынка пользуются таким инструментом коммуникации со своими клиентами. Но, во-первых, мы можем не охватить всех свою активную клиентскую базу, не все пользуются приложением и не всем удобно пользоваться именно текстом. И гораздо проще сформулировать свой вопрос, свою задачу именно голосом. Ну и при этом чат не решает проблему, озвученную с колл-центрами. Это обучение персонала, это подбор персонала, долгие сроки. Ну и плюс цена. Люди, колл-центр сейчас стоит довольно дорого. Какие мы видим на рынке тенденции, как один из крупнейших операторов телекоммуникаций? Тренд это голосовые технологии. В частности, хочется упомянуть о том, Рафаэль в своем докладе, он уже упомянул, что, например, они в своей работе использовали уже голосового бота. И тренд идет к этому. В целом, назовем это посткоронавирусной эпохи, она характеризуется двумя трендами. Во-первых, это оптимизация. И уже до 30% компаний в России заявили о том, что они будут либо сокращать штат, либо сокращать премиальные и бонусные фонды оплаты труда, либо делать и то, и другое одновременно. Поэтому тренд в голосовые технологии и в автоматизацию, в коммуникации, общении с клиентами. Сейчас колл-центры, финансовый, страховой сектор запускают интеллектуальных голосовых помощников с точки зрения автоматизации рутинных процессов. То есть мы сейчас говорим не о том, что голосовые интеллектуальные боты заменят собой операторов колл-центров или заменят собой те или иные способы коммуникации с клиентом голосовыми. Но они уже сейчас позволяют до 30% рутинных операций в колл-центре, в отделах продаж автоматизировать. И тем самым автоматизировать вашу деятельность и сократить ресурсы на общение с клиентами. Сейчас голосовой бот в целом что это? Это инструмент, сервис, который позволяет синтезировать речь, которая задается текстом, либо предзаписывается человеком и делает это настолько адаптивно к разговору с клиентом, настолько виртуозно, что по данным аналитики до 96% обратившихся и пообщавшихся с роботом людей не могут распознать, кто с ними общался, человек или бот. Если мы говорим о других преимуществах, то по сравнению с колл-центром срок запуска голосового бота составляет от 3-5 дней, если это простой кейс, до 1 месяца, если это сложный кейс, который требует адаптации к речи, к тембру, эмоциям, до 1 месяца, что довольно быстро. Второй момент это цена. Если мы сравниваем, например, с колл-центром, где сейчас средняя цена за минуту разговора с клиентом это 9-10 рублей, то голосовой интеллектуальный бот 1 минута вам обойдется в 2-3 раза ниже. Следующий огромный плюс это контроль. Люди ошибаются, ваши сотрудники не всегда соблюдают стандарты общения с клиентами, не всегда их возможно сейчас на удаленке качественно, адекватно и быстро проконтролировать. Бот действует согласно заданному алгоритму, согласно заданному скрипту, он не болеет, он строго соблюдает заданные параметры общения с клиентами, и в отчетах это очень легко и просто проследить и проконтролировать. На данный момент наш продукт, который мы собираем, называется Voicebox. В самом названии уже заложена концепция. Это коробка, это личный кабинет, в котором вы самостоятельно, либо с помощью наших специалистов, можете, набирая так называемыми стейтами, собрать свою компанию после анализа ваших бизнес-процессов, после анализа того, а что же можно из этих рутинных операций автоматизировать, собрать свой исходящий кейс, либо входящий. Делается это элементарно перемещениями вот этих стейтов в личном кабинете. Что позволяет, мы рассчитываем даже на то, что, я сейчас проговорю в дальнейшем, какие кейсы мы уже запустили, какие кейсы используем сами, но мы рассчитываем на то, что при общении с вами, как с заказчиками, мы соберем такие решения, о которых мы сейчас даже не думаем. То есть творчески к этому подойти возможно. Личный кабинет и структура стейтов позволяет собирать все, что угодно. Дальше. Нагрузка. Наш продукт Voicebox позволяет делать несколько тысяч прозвонов в минуту. И это еще один плюс по сравнению с классическими способами общения с клиентами. Это высоко нагруженное и быстрое общение и доведение информации до ваших клиентов. Ну и техподдержка классически для таких решений, это общение с клиентами. А каждый клиент сейчас еще более дорог, чем раньше. 24 на 7 и мы здесь стараемся обеспечивать высочайший уровень SLA. Что по конкретным кейсам, коллеги? В первую очередь хочется обсудить то, как мы применяем сейчас это для себя. В первую очередь, очень хорошие результаты показали так называемые HR-боты. В чем кейс, наша HR-служба проанализировала свою работу и поняла, что сотрудники зачастую тратят огромное количество времени на обзвон предварительных кандидатов, на подтверждение собеседований и отправку кандидатам адреса места проведения собеседования. Мы довольно быстро запустили на платформе VoiceBox сценарий, по которому автоматически осуществлялся обзвон кандидатов предварительно отобранных. Все это по HTTP-запросам интегрировалось в нашу информационную систему. И робот опрашивал кандидатов по классической анкете, собственно, делал то же самое, что делал раньше сотрудник HR-службы, но делал это быстро. И мы практически день в день получали отчетность. И если это было необходимо, назначали этому кандидату дату и время собеседования и отправляли смс, чтобы он ее сохранил и не потерял. Отлично, это уже у нас работает. Для входящей линии у нас сейчас выделены ряд номеров, на которые наши клиенты могут позвонить. VoiceBox автоматически определит по номеру действующего клиента его номер лицевого счета и принять от него ту или иную задачу на техподдержку, либо на бухгалтерскую поддержку и так далее. Что разгружает наш колл-центр довольно здорово. По кейсам клиентов, не так давно, ну и приведу его в пример, потому что это супер актуально, мы живем в эпоху пандемии. Просто у нас немного времени осталось, да? Хорошо, да, коллеги? Небезызвестная компания Гематест обратилась к нам с той самой проблемой, что нагрузка на колл-центр была очень высока. Им было необходимо подтверждать выезд медицинской сестры бригады на выездное тестирование на коронавирус. То есть у них стояла логистика, стоял колл-центр. И благодаря VoiceBox мы собрали довольно простой и быстрый кейс. Клиенту шел прозвон, шло подтверждение даты и времени выезда медсестры. Эта информация передавалась в инфосистему компании Гематест. И выезжала медсестра и бригада согласно этой информации от клиента. Поэтому, коллеги, время мое выходит, но я очень рассчитываю на то, что в вопросах уже вы дополнительно какие-то, то, что я не успел раскрыть, зададите мне вопросы. И мы после уже окончания с вами более эффективно пообщаемся. Мои контакты. Если что-то мы не успеем и на этом мероприятии раскрыть, то я буду рад очень пообщаться. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишем в чат. Если хотите, можно голосом, можно выйти, любой может выйти на большой экран, задать вопрос, либо просто голосом задать. Если вопросов нет, то мы тогда идем дальше. Спасибо. Спасибо. Следующий выступающий хочу представить. Игорь Клопотов, СКБ, ЛАП, ведущий архитектор проектов. Тема «Новые банковские услуги. Как следствие, цифровой...»